Всем привет, меня зовут Макс, это линейный канал, и у нас сегодня третья часть гайда по чертежам. Спасибо всем, кто смотрит меня, всем, кто ставит лайки и дизлайки, всем, кто пишет комментарии, и особенно спасибо тем, кто смотрит меня на бусте, либо донатит на стримах, хоть они редки. Но, тем временем, мы приступим к третьей части, и она будет самой спорной. Понимаете, в чём дело? В предыдущих частях вы получали плюс-минус ясные советы по тому, как создавать технику. Здесь же будет больше рекомендаций, да. И с этим есть ряд нюансов. В чём главный нюанс? Ягдтигр не такая простая машина, как кажется на первый взгляд. И взял я её специально, чтобы продемонстрировать некоторые проблемные моменты, которые могут у вас возникнуть при создании чего-либо в спрокет. Давайте посмотрим на 3D-модель Ягдтигра. Чтобы найти 3D-модель Ягдтигра, наберите Ягдтигр 3D-модель. И вот здесь можно посмотреть превьюхи. Посмотрите на эту маску. Она двухсоставная и очень, очень сложная, чёрт подери. И для того, чтобы понять, как она устроена, вам недостаточно даже 3D-модели. Вам нужно посмотреть на неё ещё и в реальности. А вот фотография маски. Вы понимаете, о чём я говорю, да? Вот эту вот штуку воссоздать будет не то, чтобы очень просто. Особенно в условиях спрокета. Потому что спрокет обладает некоторыми проблемами. Зато у нас есть размеры маски. Да. Но это не очень нам поможет. Давайте откроем непосредственно чертёж. И посмотрим, сколько у нас и как занимает масочка. Уберем вот так вот. И получаем примерно... 1,28 метра. Ну, метр тридцать. Снова открываем игру. И думаем, а как же мы это будем делать? Давайте сразу обозначу все варианты. Первый и самый простой. Мы просто ставим пушку. В одной из вариаций с подвижной установкой. Ну, допустим. Можно попытаться сделать так. Она хотя бы выглядит массивно. Хотя совершенно не попадает. Или, допустим, вот так вот. Она может быть использована как заглушка для центральной части пушки. То есть, где есть такой большой выход вперёд. Допустим, мы ставим её вот так вот. И что же дальше? Правильно. Так как сейчас я говорю о самом простом варианте. Мы заходим непосредственно в крю. Струкшерл. И начинаем всё это дело маскировать панельками. Долго. Упорно. Вот такими вот макарами. Мы за приличное количество времени сможем это сделать. Почему я называю это лёгким способом? Оказалось бы, возни с этими всеми элементами много. Потому что он не потребует от нас специфических занятий. О которых мы поговорим чуть позже. Я не буду до конца это делать. Я просто продемонстрирую, что да, вот так тоже можно. Давайте сделаем как-нибудь вот так вот. Да, в конечном итоге это будет не очень похоже. И я об этом говорил. И буду говорить. Потому что да, это так себе вариант. Но мы их подводим как-нибудь. Допустим, вот так вот. Немножко повыше. Немножко изменим угол. Уберём. Сделаем как-нибудь вот так вот. Снова немножко понизим. Добавим вот сюда ещё два элемента. Там, допустим, сделаем вот так вот. Давайте немножко уменьшим. Вот так. Вот так. Так. Хорошо. Немножко выдвинём вперёд. Да, это старые технологии. Они устарели. Но, повторюсь, если вы не хотите прям сильно заморачиваться, они до сих пор ещё могут быть приемлемы. Повторюсь. Итоговый результат не претендует на суперисторичность. Он и в принципе не будет на неё претендовать. Но в данном случае прям совсем. Вот мы делаем что-нибудь такое. Вот, короче, полностью заполняем пушку. И получим что-то очень отдалённо напоминающее. Нет. Самый простой вариант вообще забить. Просто ставить пушку. И оставить себя удовлетворённым общими картинами корпуса. Это нормально тоже. Но вы скажете. Я хочу задолбаться. Окей. Первый вариант. Вы можете поставить башню. Вы берёте какую-нибудь башню. И начинаете рисовать за неё маску. Очень так себе вариант. Но я сейчас объясню, в чём основной прикол. Дело в том, что мы не можем делать сглаживание углов отдельно для какого-то элемента корпуса. То есть мы не можем сделать, чтобы у нас маска была летая. А всё остальное сварное, условно говоря. Нет. Так нельзя. Мы можем назначить Smooth Angle только для всего корпуса. Поэтому так не подойдёт. Поэтому нас может спасти башня. Но башня это геморрой. Мы можем поставить пушку на корпус. А затем уже туда разместить башню. Окей. Так возможно. То есть мы берём, ставим башенку. Примерно из неё формируем нашу будущую маску. Мы вспоминаем, сколько у нас там было длины. Длины метр тридцать. Берём поинты. Смотрим, сколько здесь. Так. Угу. Где? Чёрт возьми. А, вот. Один двадцать. Нам надо немножко увеличить. Да, чуть-чуть. А сколько у нас эта грань? Инфо. Угу. Так. Раз. Два. Это грань метр пятьдесят три. Вот это вот. Метр сорок. Чуть-чуть сейчас увеличим. Грани поверхности. Чуть-чуточку. Вот. До метра тридцати. Хорошо. Если мы тут же убираем вот эту штуку. В ноль. И теперь смотрите. Мы будем делать башню так, как будто бы. Ну. Вот это вот её передняя часть. То есть вот эта часть у нас является вот этой вот частью. Потому что иначе у нас инвертируются стрелки. И это будет тот ещё геморрой. Мы, естественно, бьём всё это дело. То есть мы разбиваем это на большое количество наших блоков. То есть мы немножко сейчас уменьшим всё это дело, конечно же. Чтобы узнать, сколько у нас маска, мы воспользуемся вот этой вот штукой снова. Где-то вот так вот она расположена. И это примерно метр тридцать. Хорошо. Сейчас она у нас в высоту... Стоп. Метр тридцать. Ноль тридцать. Конечно же. Примерно вот так вот. Хорошо. Теперь всё это дело мы разбиваем. То есть сразу скажу, это не самый оптимальный вариант. Я просто показываю, как оно может быть. Разбиваем мы это. Сплит. Так. Не-не-не-не. Сплит. Сплит. Окей. И теперь мы начинаем работать с гранями. Конечно, если нам дадут работать с гранями, нормально. Так. Мы начинаем понижать всё это постепенно. Немножко. Ещё немножко. И ещё немножко. И, наконец, ещё немножко. Так. Немножко добавим сглаживание углов. В принципе, уже неплохо. Давайте снова откроем наш референс. Теперь боковиночки. Точно так же. Чёрт, это будет не так просто, как кажется. Где-то так. Так. А! Я уже думал, что этот баг поправили. Чёрт подери, нет. Наконец, вот так вот. Хорошо. Получилось так себе. Давайте уберём Smooth Angle для того, чтобы немножко лучше со всем этим работать. Так. Где-то вот так вот. Вот такая вот геморройная работа. Я сразу скажу, итоговый результат вам не очень понравится сравнительно, конечно. Так. Давайте сейчас посмотрим снова по референсу. Тут несколько больше, конечно. Больше склонения. То есть мы где-то сделаем вот так вот. А-а-а, чёрт! Да сколько ж можно? Ну, допустим, где-то так. Теперь нижняя часть. Тут тоже такая же ерунда. Так. Так. Где-то вот так. Теперь настраиваем Smooth Angle. Вот здесь, конечно, будет очень сложно. Вот так вот. Да, отлично. Вот наша тумбочка. Казалось бы. Теперь можем взять всю эту штуку. И, к примеру, пересадить её вот сюда вот. И, наверное, в итоге мы остановимся на этом варианте. Лишь чуть-чуть уменьшив его снизу. То есть мы всё-таки вот здесь снизу сейчас подрежем всё. Но я всё-таки покажу, как это делается с помощью костылей и воплей. Воплей, потому что я очень не хочу этим заниматься сейчас. Я покажу, почему. Так, ладно. Мы выделяем всю эту часть и немножко её уменьшим. Давайте вот так вот. Хорошо. Теперь мы снова ставим где-то вот сюда вот. Примеряемся. И получаем что-то в принципе напоминающее. Только, наверное, лучше мы эту штуку тогда вот так вот всё-таки выберем. Ага. Так. В первых. Включим ротейт. Так. Так. Хорошо. Она всё равно получает достаточно здоровый. Давайте снова выберем поверхности. Немножко уменьшим. Стоять. Вот так вот где-то. Хорошо. Пойдёт. В принципе, пойдёт. Теперь маленький момент. Как сделать так, чтобы башня не влияла на пушку? Понятно расположить пушку. Но как? Теперь мы расположим непосредственно нашу пушечку будущую. В первых ставим её сюда по центру. Увеличиваем. Пытаемся попасть так, чтобы вот эта вот бимба на конце. Потому что звоняюсь за слово бимба. Была похожа вот на эту вот всю ситуацию. Где-то вот так вот. Хорошо. Теперь мы снова выбираем пушку. И перемещаем её немножко вперёд. Где-то вот так вот, наверное. Теперь мы снова берём нашу башню. Ставим где-то вот так вот. И можем снова выбирать пушку. Немножко погрузить её внутрь. Где-то вот так вот. Теперь проверить. Может быть чуть-чуть вот сюда. Хорошо. Мы уже что-то получили. Давай теперь настроим саму пушку. Потому что дальше я вряд ли буду разбираться с этой маской. Итак, пушка. У нас она многосегментная. И мы сейчас можем посмотреть на наш Ягдтигр. И понять, что фиг мы определим по нему непосредственно само орудие. И это понятно. Надо было искать чертёж с орудием, скажете вы. И вы будете правы, несомненно. Так. Теперь мы смотрим Ягдтигр. Длина орудия. Это, конечно, не совсем верное измерение. Так. 7 метров. Учитывая откат. Так. Итак. У нас есть длина с пушкой и без пушки, напомню. Так. Итак. Общий длина. Так. Теперь мы берём калькулятор. И мы узнаем вылет пушки дальше. И как мы это узнаем? 10 654 минус 7 380. 3 274. То есть мы теперь знаем, что наша пушка вылетает за пределы корпуса на 3 200. И плюс мы к этому прибавим сейчас вот эту вот дистанцию, которую мы сейчас получим. То есть мы делаем где-то вот так вот. 2 0 7. Плюс 2 7. Где-то так. Общая длина пушки 5 281. То есть нам нужно минимум 6 сегментов. 5 281. Всё вот это по метру. Всё по метру я сказал. Кроме последнего. Здесь 280. Сама пушка у нас имеет, естественно, калибр 128 миллиметров. Отлично. Внешний вид, к слову, надо сейчас будет немножечко его облагородить. Давайте посмотрим на 3D модель. У нас первый сегмент чуть толще, остальные сегменты чуть меньше. Давайте на всякий случай убедимся по фотографиям. Да, первый сегмент у нас где-то по виду. Так, господи, если вообще пушка в откате. Вот видите, они тут весьма разные. Давайте сделаем просто первый сегмент толще. Вообще все сегменты мы, конечно, будем сейчас увеличивать. Давайте сделаем где-то вот по 30 миллиметров их хотя бы все. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Ааа, 30. Так, отлично. Теперь первый сегмент мы сделаем еще больше. И, наверное, второй тогда. И, наверное, третий. Давайте где-то 50 миллиметров. Вот так вот уже лучше. К слову, если посмотреть на сам танк, то мне кажется, что мы все-таки недооценили. И, возможно, что наша игра все-таки учитывает погружение в корпус ноты. Но, в принципе, плюс-минус это нормально. Но, в принципе, плюс-минус это нормально. Хорошо. Вот она наша пушка. Вы скажете, что ж, тут чего-то не хватает. И будете, конечно же, правы, потому что не хватает тут внезапно второй части маски пушки подвижной. И вот в тот момент сделать ее адекватно попросту невозможно. Нет. Вы можете сделать вторую такую же нашлепку на башню и попытаться. И это возможно. Это будет выглядеть аутентично. Но, поверьте, это займет много времени. К слову, альтернативный вариант, который я не очень люблю. Можем не использовать эту всю фишку с башней в качестве маски. Да, можем. А можем все это сделать из корпуса. И я рекомендую использовать тот же самый метод, который я использовал для экстенда рубки. Потому что, как всегда, в случае с экстендом у нас есть проблемы. Да и сплититься все это очень неохотно. То есть мы не можем засплитить сейчас рубку на две части. Она не засплитится. Это не работает. Надеюсь, это понятно. Мы сейчас можем, конечно, сделать все это пластинами. Но пока мы не будем упарываться. Теперь мы немножко приступим к декору. Ну, наконец-то. Итак, что по декору. Вот у нас наш ягд-тигр. Тут много чего можно поставить, на самом деле. Фотографий ягд-тигра с большим количеством декора действительно хватает. Мы не будем полностью уповаться, делать упоротые вещи. Однако, наш ягд-тигр, по первости, может быть, будет без экранов. Почему? Потому что вы задалбетесь выравнивать экраны по одному углу. Если не прибегать к блокноту, то тут будет такой геморрой. Даже с блокнотом будет такой геморрой, что просто жесть. Смотрите, вы ставите экран. Вам его надо выровнять. Казалось бы, фигня вопрос. Мы берем и аккуратненько выравниваем. Окей, мы убираем R-ку, чтобы можно было двигать. Так, мы сейчас эту фигню уберем. Заново вставим. Вот мы берем. Немножко сделаем вот так вот. Постараемся все это дело настроить адекватно. На самом деле, на самом деле, все равно ничего не получится. Максимум мы это сможем сделать с помощью ручек. Обходим и видим, что все в принципе адекватно. Ну, хотя бы в каких-то рамках. Вот только представьте, что вам надо сделать каждый вот такой вот лист идеально. И каждый раз у них будет сбиваться немножечко угол наклона. Чуть-чуть. Минимально. Но будет. И если у меня сейчас все это получается, это больше частью удача, чем реальный навык. Хотя в этот раз получается прям совсем хорошо. Честно говоря, по-моему, первый раз за фиг знает какое количество времени. Потому что, поверьте, я пытался это сделать много раз. Но в этот раз у меня получилось идеально. Ладно. Ну, почти идеально. Тем не менее, я настаиваю на том, что вот эти операции, которые я сейчас проделывал, это тот еще геморрой, который не то, чтобы вам нужен. Здесь, кстати, мы вспоминаем, что у нас над гусеничной полке тигра где-то выглядит скорее вот так вот. Давайте поставим. Ой, черт. Так. Где-то вот так вот же, да? Они, конечно, не идеальны. Можно сделать несколько сегментов, но в принципе пойдут. Вот эти штуки, допустим, как-нибудь вот так вот. Мы их, наверное, сдвинем. Но в принципе, это более-менее похоже. Мы сейчас здесь добавим немножко плавности. Пожалуй. Так, где-нибудь вот так вот. А чтобы добавить плавности, воспользуемся другими вариантами расстановки. Например, вот этими панельками. Они вполне для этого порой и нужны. И пригождаются. Так, возьмем вот так вот. Нет, слишком много. Давайте их выведем. Допустим как-нибудь... Вот сюда вот. Теперь снова немножко где-нибудь. Конечно, в идеале бы найти их без этих гребаных заклепок. Они есть вообще ни к чему. Но... Ну ладно. И так сойдет. Когда-то, да. Когда-то у меня целая рубрика была на старом ролевом канале. Называется... Так сойдет. Называлось. Это, пожалуй, и сейчас называется. Просто ее сейчас не найти. Окей. Ну, допустим, это где-то похоже. Теперь нам в идеале надо добавить еще один элемент. То есть здесь должно все выйти еще больше. И в итоге у нас должен быть второй элемент. Вот это вот. Вот такая вот штука. Но мы делать ее не будем. Потому что мы задолбемся. Даже так уже, как бы, вполне себе прилично выглядит. Да, не идеально. Можно сделать вообще идеальные надгусеничные полки. Которые будут просто один к одному похожи на то, что было в реальности. Но это займет много времени. У нас столько времени нет. Видос, иначе затянется просто фиг знает на сколько. Далее мы работаем по принципу, дай мне боже, что тебе не гоже. А точнее, то, что похоже. Далеко не все элементы у нас есть. И поэтому иногда используются элементы, которые просто, ну, хотя бы теоретически выглядят похоже. Мы сейчас пытаемся копировать, конечно, с конкретного одного вот этого вот ягдтигра. Мы делаем это плюс-минус, ну, как-то вот. Это полочки вообще, по-моему, если мне память не изменяет. Но выглядит как-то примерно. А мы наверх, допустим, можем цепануть вместо, ну, крюки на самом деле не очень вариант. Но как вариант, можем цепануть вот эти вот элементы вместо крюков. Ну, естественно, сюда поставим, допустим, зайдем в Mobility, займем в Tracks, Spares. И добавим непосредственно вот сюда вот наши Spare-ные траки. Причем, наверное, вот в таком варианте. А че, вполне нормально. Можно даже повесить вот сюда дополнительный каток. Причем на одну сторону. Или, допустим, куда-нибудь. Так, чертов каток. Ну, допустим, куда-нибудь не будем вешать. Опку. Давайте посмотрим еще варианты Ягдтигра. Ну, кстати, вот этот вариант вполне неплох, на мой взгляд. Он, может быть, выглядит немножко примитивно, но вполне, вполне достойно. Вот у нас обвешанный Ягдтигр. Теперь можем обратить внимание на самое сложное. То, что реально добавляет вашему танку приличный вид. Это вот эта вот часть. То есть, непосредственно люки. У нас тут вообще-то должна быть командирская башенка. Причем, должна быть не потому, что она здесь есть, а потому, что в игре нужна командирская башенка чаще всего. Поэтому поставим сюда примитивный люк. Ну, допустим, как-нибудь вот так. Сюда мы добавим еще один люк. К сожалению, у нас не такой большой выбор этих самых люков. Допустим, вот так вот. У нас есть вьюфпорты. Расширим немножко вьюфпорт, добавив сюда. У нас здесь, по идее, должен быть прицел. Вот такие вещи я всегда делал с помощью. Можно, конечно, заморочиться и вывесить здесь отдельный экстендед, но поверьте мне, вам оно не надо. Зато мы можем сделать вот так. Это очень простой, но при этом достаточно неплохой способ. Который позволяет создать что-то визуально похожее, пусть и не являющееся прям вот идеально подходящим. И, допустим, мы сделаем вот так. Хорошо. Теперь прицел. У нашей пушки должен быть прицел. Он будет. Перемещаем как-нибудь вот сюда. Хорошо. Конечно, можно перевести наверх, но не вижу в этом особого смысла. Теперь добиваем дальше. Здесь у нас будет еще один вьюфпорт. Увеличенный, пожалуй, где-то так. Здесь у нас, допустим, utilities. Вот эта вот штука. Какой-нибудь вот сюда. Мы смотрим на крышу и непосредственно делаем подобные вещи. Немножко увеличим. Да, это не совсем та же самая деталь. Но идея-то понятна. Вот у нас еще два вьюфпорта. Причем в данном случае эти вьюфпорты можно сделать через X. И в идеале, видите, вот эти вот круглые штуки, они вам не нужны сейчас. Вам нужны сами вьюфпорты. Оставьте сами вьюфпорты. Не проблема. Можно, кстати, эти вьюфпорты еще увеличить тогда. Сделать вот так вот. И снова уменьшить. Ну, погрузить глубже. И вот, вуаля, у нас уже есть подходящий вьюфпорт. Или, допустим, вот здесь мы убираем X. Делаем вот так вот. И делаем вот. И вот это уже выглядит куда приличнее. Как, к примеру, можно сделать и вот здесь. Вид стал куда ближе, не правда ли? В принципе, так можно сделать, к примеру, и с командирской башенкой. Но мы не будем так делать, потому что, в принципе, в этом нет особой необходимости. Мы можем даже при желании имитировать обмазку циммеритом. Но зачем? Точнее, это будет совсем уж геморрой. Но вырисовывать можно все, что угодно. К примеру, можно наклеить сюда правильную декаль. Но мы тоже делать этого внезапно не будем. Потому что это простой гайд. И, к примеру, здесь можно поставить куда как более подходящие двери. Либо вообще вытащить их из блендера. Но вы же, если вы и так знаете, как это делать, вам этот гайд вообще не нужен. Забейте. Этот гайд для тех, кто вообще понятия не имеет, как такие танки воссоздавать. И для них вот такого варианта с такой дверцей вполне себе хватит. Окей, теперь осталась двигательная часть. Тут потребуются разные элементы. К примеру, вот эти вот utilities. Две штуки. В большом размере. Растянутые как-нибудь вот так вот, допустим. Если у нас есть типа люк. Давайте. У нас, допустим, есть такие штуки как structural, как вот эти вот панельки. Она плюс-минус напоминает нам. У нас тут есть? Нет, у нас тут нету клепок. Давайте сделаем вот так вот. Примерно вот так вот и сделаем, да? Давайте как-нибудь вот так, да. Можно даже больше. Где-то вот так вот, да? Да. Теперь возьмем... Так. Одну из них можно погрузить, но это не очень вариант. Давайте crew hatch. Возьмем тебя. И попробуем все это дело замаскировать. Видите, я пытаюсь расположить все это дело так, чтобы эти элементы не сильно виднелись. То есть, к примеру, условно говоря, вот эти ручки, они не слишком-то помешаются. Они могут выглядеть даже местами. Ну, ладно, допустим, приварили. То есть, их можно чем-то замаскировать, однако у нас останутся хорошие петли. Которые выглядят как раз таки аутентично. Так, теперь здесь нижняя часть. У нас есть еще три штуки. Давайте сделаем вот так вот. Они, конечно, выглядят немножко по-другому. И, возможно, можно найти более оптимальные детали. Но тут уж, извините, теперь мы сделаем дважды вот так вот. И вторые такие штуки мы поднимем. Вот так вот. Учитесь составлять вот такие составные бутерброды. Они очень неплохо работают. Тут вообще можно было не заморачиваться и сразу поднять. Потому что, оказывается, эта деталь имеет вполне себе большое внутреннее расположение. Теперь мы делаем вот так вот. Хорошо. И, к примеру, мы можем здесь, для того, чтобы сделать их идеально круглыми. Кстати, а ну-ка, если попробовать все-таки сделать вот так вот. Да! Вот она деталь моей мечты. Вот видите, мы сегодня нашли новую деталь, подходящую для некоторых нюансов. Так. Мы делаем вот эту вот штуку. Перемещаем все это дело вот сюда. Вот еще немножко вот так вот. Перемещаем вперед. И понимаем, что мы проебались с размерчиком. Однако, по идее, это не должно быть проблемой. Ибо мы можем всю эту деталь вот таким вот образом растянуть. Угу. И получить плюс-минус то, что нам нужно. Допустим, вот так. Вполне себе сносно. Так. И, допустим, вот эту штуку поставим сюда, одиночную. Так. Чтобы это было лучше, сделаем вот так. Развернем. Чтобы было адекватно. Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Теперь немножко расширим. Ну и, в принципе, получается очень даже похоже. Теперь осталось добавить непосредственно наш выход. Это делается в мобилити. Это у нас в двигателе. И, венте. Допустим, мы ставим две больших венты. Где-то вот сюда. Давайте попробуем сделать вот так вот. Немножко приподнять их. Да, так будет лучше. Хорошо. Теперь вот эти вот решетки. Решетки, конечно, тут немножко другие. Но мы бы стараемся сделать их похожими. Ну, допустим, как-нибудь вот так вот. Я хочу заметить, что передвижение стрелками часто игнорирует ограничения. Поэтому просто так мы бы их сюда не расположили. Давайте сделаем где-то вот так вот. Хорошо. А вот две вторых решетки здесь так и просто получить не получится. Поэтому придется сделать их немножко убогие. Где-то вот так вот. Окей. Вариант, конечно, не такой оптимальный, как хотелось бы. Но, в принципе. Терпимо. Хорошо. Мы сделали наш корпус здесь. Теперь непосредственно вот эта вот часть. Мы открываем экзост. И смотрим подходящие. Подходящие у нас явно вот эти вот две штуки. И они, черт подери, огромные. Где-то вот так вот и пойдет. Да? Да, вполне где-то так и пойдет. Теперь низ. Здесь мы опять-таки воспользуемся... Но, к слову, в этот раз мы не будем сильно заморачиваться и воспользуемся непосредственно органами наблюдения. Пожалуйста. Сделай мне хорошо. Так, хорошо. Эх, черт. Какие менты. Всегда несколько деморой не очень хочется. Так, хорошо. Примерно только отодвинемся вот сюда. А в центре поставим штук побольше. Так. А и так стоит в центре. Немножко под другим углом. Хорошо. И, допустим, добавим последние наши два элемента. Как-нибудь вот так вот. Просто обозначим их наличие. Они примерно похожи, так что подойдут. И можно для, как говорится, полноты картины добавить вот сюда вот еще один фендер. Ну, то есть спойлер. Да. Так. Как-то вот так вот. Приподнимем вот сюда. Теперь возьмем вот эту штуку. Где-то вот так вот. Угу. Ну, где-то так и подойдет. Да, может быть не идеально. Может быть с нюансами. Но подойдет. Сюда можно разместить два, две проушины. Просто потому что прям совсем вот здесь делать корпус, это уже немножко перебор. Хотя, конечно же, возможно. Вот. Мы сделаем вот так. Это будет в общем смысле напоминать наш. То, что нам необходимо. Из важных элементов остался пулемет. Давайте. У нас есть анти-инфантри. Вот он наш пулемет. Примерный элемент где-то вот сюда вот. Наш мехвод где-то вот здесь. Даже чуть-чуть сместим. Здесь два люка. Причем люка таких весьма сложных. Давайте разместим их проще. Мы сделаем это, конечно же, тоже типа люками. Но это будут простенькие люки. Так, у нас здесь есть заклепки? Нет, заклепок нет. Поэтому воспользуемся вот такими вот вариантами. Так. Хорошо. Здесь у нас viewport. Здесь у нас utilities. Ну и можно сделать, чтобы эта штука условно была открывающейся. А здесь можно сделать по заклепочке. Подойдет. Не очень хорошо, но подойдет. И так. В принципе, с основным декором мы закончили. Здесь мы сейчас уберем вот эту штуку. Здесь она не должна дублироваться. Там мы разместим трос. Нам нужны utilities. Трос. Давайте сделаем это, где-то, вот так вот. Угу. Да, можно разместить вот такой вариант троса. Допустим, вот так вот. Хорошо. Ну, не скажу, что идеально, но во многом неплохо. Теперь осталось последнее. Это непосредственно покраска. И тут я не буду сильно долго заморачиваться. И поставлю просто мой любимый вариант немецкого камуфляжа. Ну, допустим, как-нибудь вот так. Кстати, как вы можете заметить, игра несколько корябит камуфляж в некоторых моментах. Теперь декальки. Вы знаете, что можно брать свои. Но, пожалуй, нам тут особо своих и не нужно. Давайте куда-нибудь вот сюда добавим. Крест. Ну, нет, он тут не смотрится. Он вообще, по-моему, нигде не смотрится тут. Ну, вот, разве что в оригинальном месте. Уменьшим значительно. Ну, давайте вот сюда. Нормально вполне. Так. Теперь немножко расскажу о нюансах. Тут же как. Один из забавных моментов, то что у нас есть различного рода элементы, которые можно поставить сюда. К примеру. Ребята добавили линейку. Да, я заменил случайно корпус. Эй, эй, эй. Черт возьми, какого ч... Куда все делать, блин? Эй, гребаный вцпрокет. Черт. Но вы это видели? Где? Так. Она могла пропасть внутрь танка. Такой я уже видел. А если нет? Ну, что ж. Э-э-э... Ну, да. Да. Черт подери. Да какого черта? Игра. Мне даже не было выбора башня. А-а-а. Давайте сделаем. Догонтовка фриформа 1. Сохранить. Да. Спрокет, я люблю тебя. Что с пушкой-то не так? Черт подери. Нет, я понял, почему у меня все убрало, но... Ну, вы, надеюсь, понимаете, почему я не очень люблю спрокет, да? Давайте 30. А там было, по-моему, 50. Пожалуйста. Дорогая игра. Прекращай заниматься вот такой фигней. Это раздражает. Так, по-моему, первые 3 сегмента по 50. Сам калибр 128. Хорошо. Ну, что я скажу по-вот этой ситуации? Грустно. Давайте что-нибудь сюда, просто хотя бы в виде спойлеров, что ли, фиганем. Ну, это, конечно, так себе. Окей. Идея прям так себе, но... А что делать? Будем считать, что это калеченный акт-тигр. Мы потом постараемся вернуть сюда башню. Тем не менее, общий принцип вы поняли. Теперь я продемонстрирую, как это должно было быть. Мы сюда ставим вот эту штуку и открываем непосредственно линейку. И вот у нас наша линейка. Градусная. Очень удобный, между прочим, инструмент. Она позволяет ставить градусы. По факту, это просто сделанная в виде линейки форма. Тут же есть такая же форма внезапно... Ну, в виде угольника, конечно же. Такая же есть форма в виде рулетки. И это здорово. Вот ваша рулетка. Кстати, скорее всего, это незапланированная ситуация. Да, более чем незапланированная. Но вот такая вот линейка может помочь вам при измерениях. Однако, после того, как появилось измерение между точками, я не вижу особого смысла в дополнительных инструментах. Так, черт. Назад-назад. Так, теперь надо что-то решить с башней. Я все-таки хочу, чтобы этот Ягдтигр вышел в нормальном варианте. 44, блин, минуты. Давайте попробуем быстренько ее добавить. Давайте поверхности. Я хочу поехать на Ягдтигре, в конце концов, сегодня. У меня получится или нет? Так, давайте снова откроем. Посмотрим общую высоту всей этой штуки. 0,87 метра. Здесь я точно помню, что было 0,30. Так, хорошо. Давайте граним. Работаем, черт подери. Сплит. Нет. И сплит. Пойдет. Точки. Немножко снижаем. Снижаем сильнее. Снижаем еще сильнее. И снижаем совсем сильно. Хорошо. Теперь ставим Smooth Angle. Отлично. Теперь здесь. Прекрати, пожалуйста, выбирать центральную точку. Пожалуйста, игра. Да черт тебя подери! Спрокет. Игра, которая никогда не бесит. Вы не думаете, что я тут что-то прям делаю не так? Нет, блин! Я выбираю точку, которая должна изменяться. О, блин! Я никуда не щелкаю больше! Оно само! Где-нибудь вот так вот? Да. Хорошо. Где-то вот так вот, да. А вот теперь наступает немножко более геморройный вариант. Нам нужно вот эти все штуки сделать вот таким же образом. Я не нервничаю. Все хорошо. С игрой все в порядке. Это просто невезение. Ничего страшного, Максим. Не надо материться на все видео. Пожалуйста. Ютуб этого не любит. Ютуб не любит продвигать видео, где много мата. Надо быть максимально спокойным и осторожным. Мне нужно продвижение этого видео, потому что я хочу, чтобы мой канал развивался. Поэтому сейчас мы не будем слишком уж сильно материться. Мы получили примерно то же самое, что и хотели, и теперь аккуратненько, и главное вежливо поставим всю эту маленькую башенку на место, где должна была стоять предыдущая. Немножко выдвинем у нее вперед, чтобы она смотрелась красивенько. Где-то вот так вот. Хорошо. Замечательно. Теперь наша башня, конечно, на мой взгляд, выглядит немножко менее хорошо, чем предыдущая. Но хотя бы чем-то напоминает то, что должно было быть. Итак, наш Ягдтигр почти готов. Осталось посадить сюда экипаж. Давайте мы зайдем снова на Википедию с Ягдтигром. Увидим, что его экипаж равен пяти человекам. Нет, шести. Из них два заряжающих. И в этом есть еще одна проблема. На данный момент у нас в игре нельзя иметь двух заряжающих. У нас есть, конечно же, радист. И у нас есть, конечно же, второй заряжающий. Правда, он не может... Да, их не может быть два. Поэтому у нас есть все члены экипажа. И у нас есть два заряжающих. Ну, будет так. Мы можем, конечно, расширить возможности заряжающего через блокнот. Однако, мы не будем это делать. Итак, вот он наш Ягдтигр. Осталось немножко похимичить самим двигателем. Двигатель это не такая уж и важная штука сравнительно. Я повторюсь, это гайд по созданию танка по чертежам, а не по настройке трансмиссии. Но, тем не менее, какие-то базовые настройки мы сможем сделать. Давайте посмотрим, какой у нас двигатель. У нас есть Maybach SL230. 12-цилиндровый. V-образный. 650 лошадиных сил при 2600 оборотах в минуту. Рабочий объем 23 литра. Итак, мы для начала выставляем 12 горшков, то есть 12 цилиндров. Теперь мы выставляем мощность. Мы видим, что есть 2600 оборотов в минуту. Хорошо, замечательно. Теперь мы меняем все так, чтобы получить наши заветные 650 лошадиных сил. Видите внизу? Output. Нам нужно, чтобы эта мощность была такой же, как и плюс-минус в игре. Все хорошо. Мы получили примерно то, что мы хотели. Итак, у нас максимальные обороты. 3600. Мы ставим чуть-чуть меньше. Где-то 3400. И минимальные обороты где-то 1400. Ну, как минимальные. Хорошо. После чего мы отправляемся в трансмиссию. Тут надо понимать, что у нас тут твин-трансмиссион. И, по идее, все это надо теперь очень хорошо и долго настраивать. Но ваш дорогой товарищ... О, черт. Почему-то еще и корпус съехал. Ваш дорогой товарищ ютубер до сих пор не может твин-трансмиссион. Точнее, может, но ему очень лень сейчас разбираться и делать отдельный гайд минут на 40 по твин-трансмиссиону. Поэтому ограничимся лишь тем, что базовой трансмиссии... Хватит для базового взаимодействия. Теперь давайте проделаем небольшой тест-драйв. Мы забыли, что нам нужна антенна. Антенна, конечно же, не самая важная часть, як тигр. Однако, она нам все-таки пригодится. И антенна расположена между двумя люками. Давайте крю. Ну, выбираем непосредственно нашу utilities. Нет, у нас это... Structural antennas. Вот так вот. Вот сюда вот одиночную антенну. Хорошо. Отлично. Все работает. Теперь для воссоздания идеала нам необходимо настроить азимут и общие характеристики. Мы чаще всего не найдем скорость наводки орудий. Поэтому даже не будем пытаться. У нас добавляем... Во-первых, мы добавляем торг везде, потому что это все-таки мощный хороший вариант. Где-то вот так вот. Ну и где-то вот. 200... Все хорошо. В идеальном сбалансирование еще орудия. Ну, вроде как оно практически так... Нет, оно нифига не сбалансировано. Давайте у нас где-то контур вейт должен быть. Так. Поэтому сюда еще не поставили... Никакого ограничителя. Окей. Теперь... Ну, снаряд 1200 миллиметров. Нормально. Penetration 234 на сотки, если мне не ошибается, да? Сколько там у нас у Ягдтигра пробития? А-а-а-а. А-а-а-а. Да где-то так оно и выйдет. Ну, нюансами, конечно. Лучше, когда у вас есть полные данные по пробитию, вы сможете тогда настроить ваш Ягдтигра куда более точно. Но для базовой настройки этого хватит. У нас даже, как видите, есть нормальный поворот в стороны. Возможно, даже чуть... Слишком даже большой. Теперь по боезапасу. У нас двоекомплект пушки. 40 снарядов. Я думаю, что здесь было где-то 30 на 10. Хотя это бронебойно-каморные, так что их просто тут 40. И просто бронебойных десяточек. Хорошо. Давайте теперь посмотрим на наш Ягдтигр с точки зрения бронирования. И поймем, что рубка не бронирована полностью. Это, конечно же, грустно. Лоб рубки у нас... 250 миллиметров. Давайте исправим это. Поставим здесь толщину. 250 миллиметров. Не так. 250. Хорошо. Борт рубки. 80 миллиметров. 80 миллиметров. И... Грома рубки тоже 80 миллиметров. Тоже 80 миллиметров. И так. Вот он наш Ягдтиггтттайгер. Я криво написал, потому что я печатаю вслепую. Ягдтайгер. Окей. Просто пока что так. И так. В принципе, наш танк готов. С некоторыми нюансами, конечно, но... Хорошо. Теперь надо потестить все это дело. Мы сохраняем. Да. Давайте switch faction в historic. Снова сохраняем. Теперь... К файлитмейн меню. Заходим в сценарии. И давайте зайдем куда-нибудь... Ммм... Давайте на тайгу. И потестим нашего Ягдтигра. Бей, кстати, ты мой малыш. Давай. Ягдтайгер. В зимнем гамуфляже. Поехали. Подождите-ка. А давайте мы сделаем сеттинг. Графикс. Всинг. Дебаг. А, нет. У нас пока что... Все еще нет обновления. А куда нас подорвали? А тут наш шустренький Ягдтигр. Махнулись. Махнулись. У нас поврежден командир. Нам, кстати, по идее, лоб должен... Вообще никак не должны пробить. Нам как бы лоб и не пробили. Окей. Ладно, так себе идея. Мейн меню. Исторические машины не всегда подходят. Но тут, на самом деле, идеально подойдет поля. Поля красивая карта. Давайте возьмем наш Ягдтигр. И поедем. Это будет долго. Это будет упорно. Боже мой, сколько этих Ягдтигров тут. Ох. Это уже самый длинный выпуск. А уж проход через поля сделает его еще длиннее. Просто прекрасно. У меня возникает ощущение, что после того, как я лоханулся с линейкой, у меня сбилась какая-то настройка. Мне Ягдтигра кажется немножко узковатым. Так. Так. Противник, вы где? Конечно же, такие машины как Ягдтигр будут страдать от одной проблемы. Сбитие гусениц. Ну и я думаю, вы понимаете, почему. Так. Противник заспаунился. Ждем. Ага. Видим. Рикошет. Рикошет, черт возьми. Да там не бронированный кусок. Вы, блин, серьезно, да? Пушка Ягдтигра отрикошетила от гребаного легкого танка, который протыкается чем угодно. Я почти уверен, что это было пробитие в НЛД. Осталось всего три машины. Это очень плохо. Мы хотя бы пробиваем всех нормально. Как и нас. Так. Я понял. Нас пробивают маску пушки. Она как бы не бронирована, это правда. Но я думал, что в нее не будет захейть урон. А зря. Будет. Значит, вам будет наука. Маску пушки, сделанную таким образом, как ее сделал я, тоже надо бронировать. Окей. Давайте, кстати, тогда уж посмотрим, что у нас здесь. И непосредственно забронируем все это дело. Здесь 250 миллиметров, по идее. Так. Так. Давайте, миллиметров 80, наверное. Даже, наверное, 100. Ну, 200. Хорошо. Ах. Раз, два, три. О, теперь должно работать. Ну, по крайней мере, должно. Нас, скорее всего, убьют. И это не важно. Потому что, в целом, а давайте честно, я к тигру получился достаточно неплохим. Да, можно добавить еще одну маску. И, скорее всего, со временем, я это сделаю. Это, конечно, потребует некоторого количества моих нервов, но... Запомните. Я займусь этим. И займусь уже скоро. Эти танки очень пригодятся для будущих видосов, в том числе, исторических противостояний, где мы будем сталкивать танки против исторических аналогов, как бы. Но, тем не менее, да. Пока что, вот наш Ягдтигр. Пишите, понравилось ли вам вообще, был ли полезен этот видос. Понравился ли вам танк. Считайте, что посмотрели две рубрики в одном. Это какой-то исторический танк и заодно гайд. Ну, а с вами был Макс Ленивый канал и самый длинный выпуск рубрики гайды по чертежикам. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok